Друзья мои, всем привет! Добро пожаловать на Доки Доки Литературный Клуб Плюс. С вами Кот, и мы продолжаем играть в игру Доки Доки. Значит, хоть и прошло уже пару месяцев с последней серии дополнительных сюжетов, но оказывается, тут дополнительных сюжетов намного больше, чем я думал. То есть, смотри, прошли мы дополнительных сюжетов всего 4, то есть, доверие, часть первая и часть вторая, понимание, часть первая и часть вторая тоже. Ну, так вот, тут, оказывается, дополнительных сюжетов очень много. То есть, есть уважение, равновесие, рефлексия, любовь к себе. Я, короче, в шоке. Я это узнал с течением обновлений Доки Доки, то есть, выпустили там обновление, написали, не забудьте там, типа, пройти дополнительные 13 сюжетов. Я офигел! Вроде их 12, либо 13. Короче, ребят, это просто жесть. Значит, я думал, что мы все здесь прошли, но нет, оказывается, дополнительные сюжеты у нас не пройдены. Значит, дополнительные сюжеты, если кто не в курсе, они находятся только в Доки Доки Плюс. Плюс, и эти дополнительные сюжеты происходят до основной части игры. То есть, мы проходили полностью сюжетную линию, то есть, D-DLC, а дополнительные сюжеты мы прошли всего 4 штуки. Ну, так вот, чтобы мне нужно было открыть вот эти дополнительные сюжеты, мне пришлось игру пройти около 8 раз, а может, то и больше. Я тебе говорю, я тут так запарился, дорогие друзья, я открывал, короче, все здесь. Я открывал изображения, стихи, секретные стихи, секретные арты. И самое, что интересно, я прошел игру на все почти 100%. То есть, именно сюжетную линию мы прошли вроде на все 100%. То есть, я это уже сделал за кадром, я получил, короче, концовку разработчика. Я даже вставлю скриншот, дорогие друзья. Вот, в этом скриншоте сказано, что спасибо, что поиграли в игру, что вы прошли, короче, замутили со всеми девчонками в этом Доки-Доки и типа стали частью литературного клуба. Вот, также там идет очень редкая ачивка и очень сложная ачивка на получение данной концовки. Вот, короче, погнали, дорогие друзья. Дополнительный сюжет, уважение, часть первая. Поехали. Так, прошло несколько недель с момента официального открытия клуба. Несмотря на все трудности, с которыми им пришлось поначалу столкнуться, Моника Сайори и Юри сдружились еще теснее. Сайори даже почитала фэнтези, которые так любит Юри, и ей понравилось. А еще она сумела проявить подругам любовь к поэзии. В один прекрасный день, ничем не отличавшийся от всех других прекрасных дней, дверь в клуб неожиданно приоткрылась. И порог переступила девочка, которую они никогда раньше не видели. Привет. Сайори радостно дергает Монику за рукав. Юрий ерзает на стуле и утыкается взглядом в свою книжку. Ты в литературный клуб пришла? Мда. О, супер, спасибо, что заглянула. У нас клуб еще очень маленький, и мы всегда рады новичкам. Точно! Приходи садись где хочешь, можешь тут сесть рядом со мной. Сайори подскакивает к своему столу и упирается в него ладонями. А Юри... А Юри может заварить чай. Эээ... Так, Юри испуганно косится на Сайори. Зачем же было привлекать к ней внимание? Нацуки молча окидывает взглядом всех троих и садится рядом с Сайори. Моника тоже устраивается поблизости. Кстати, дорогие друзья, вот в данных дополнительных сюжетах играет совершенно другая музыка. Вот тут целые плейлисты. И плейлисты прям вообще целый альбом всяких разных музыкальных треков. Ну так вот. К тому же я вот сделал отдельный плейлист для вот доки-доки именно дополнительных сюжетов. Так что если кому интересно, можете заглянуть, посмотреть прошлые дополнительные сюжеты. Так. Окей. Когда они все оказываются так близко, Юри поднимается с места. Лучше ей, правда, чем чаем заняться. Там в углу на нее никто не будет смотреть. Ну что, давайте знакомиться. Давайте. Меня зовут Моника. Я организовала клуб сперва. Я была в клубе дебатов. Но мне хотелось сделать что-то для души. Если ты понимаешь, о чем я. Поэтому я и решила создать этот клуб, где люди могли бы подружиться в литературном творчестве. Своё или чужое. Заниматься самовыражением. Значит, я так поняла, что это твой клуб. Есть в тебе что-то такое? Ха-ха-ха. Ты о чем? Ну, как это объяснить? Ладно, не важно. Я не спешу выносить суждения о людях, которые вижу впервые в жизни. Это очень по-взрослому. Значит, дорогие друзья. Расскажу вкратце, кто и что вообще, какая девчонка, у кого какой характер. Смотри. Сайори неуклюжая, радостная девушка. Вот. Нацуки. Она, так сказать, придирчивая и, так сказать, с острым характером. Юри, которую еще не показывали, но она с фиолетовыми волосами. Очень застенчивая и очень скромная. Вот. А Моника считается как идеальный персонаж в данной игре. То есть, в ней почти все характеры, возможно. Но и она, тем более, умная. Вот. Окей. Я всегда сужу о людях слишком строго. Так, Сайори... Так, Сайори это неправда. Чистая правда. Бесстрастный голос Юри доносится из другого угла комнаты. Нацуки хихикает. Меня зовут Сайори. Я люблю знакомиться с новыми людьми и узнавать их ближе. А еще я люблю стихи. Правда? Как это по-взрослому? Хихи. Я и есть взрослая. Электрический чайник Юри начинает громко побулькивать. А это Юри. Сайори переходит на шепот. Она застенчивая, но очень добрая и ужасно умная. Обожает толстые книжки, фэнтези и чай. Я ее люблю. Что ж, теперь моя очередь, да? Меня зовут Нацуки. Я люблю слушать музыку, тусоваться и все такое. А еще я обожаю клубничное мороженое. Ой, давайте поедим мороженого. Я больше всего, наверное, люблю мороженое с печеньками. Или шоколадное? Нет, с печеньками. А Моника, скорее всего, я думаю, ванильное. Что? Я все время тесты прохожу в интернете. Те, что про мороженое, самые точные. А какое мороженое любит Юри? Нацуки пожимает плечами. С зеленым чаем, я думаю. Ха-ха. Я пошутила. Не знаю, что любит Юри. Ну, ладно. У вас прикольно. Вы просто тусуетесь или что-то еще в клубе делаете. Да, и клубное делаем тоже. Нас всего трое. И пока все не слишком четко организовано. Мы просто собираемся вместе и занимаемся тем, что нам нравится. Я все время думаю о том, что деятельность клуба нужно хоть немного упорядочить. Я давно этот клуб создала, так что пора навести порядок. Кстати, Нацуки, а ты какую литературу любишь? Может быть, ты тоже готова нас чем-то увлечь? Ээээ, наверное, я люблю литературу. Ой, эээ, я мангу люблю. Мангу? А чего ты с таким лицом это говоришь? Хи-хи-хи, я хочу читать мангу в клубе. Так, стоп, погодите. Это просто замечательно. Я все время это... Эммм. Юрий возвращается... Эээ, возвращается с подносом, установленными чашками и пристраивает его на свободном столе. Я столько читаю глубоких и серьезных книг, мне бы не помешало отдохнуть на чем-то попроще Манга не примитивная, если ты так читаешь, то просто не улавливаешь сути Я совсем не то имела ввиду Ладно, а кроме манги тебе еще какая литература нравится? Ну, если честно, то нет, в таком случае, может тебе будет интереснее в клубе любителей аниме Ты серьезно? Не пойду я никаким анимешникам? Они все такие странные И вообще, что ты придираешься? Манга это же литература, правильно? Хм, ну, наверное, если брать определенные... определение литературы в самом общем смысле, то да Ясно, слушайте, я буду делать в клубе все, что вы захотите Пожалуйста, примите меня к себе Я никого доставать не буду Если вы мне разрешите тут держать свою мангу и тусоваться после школы, я готов буквально на все Так что, договорились Так, Моника задумалась Не вижу в этом ничего плохого Спасибочки! Так, ты просто супер! Моя манга уже в школьный шкафчик не влезает, я сейчас схожу за ней, ладно? Так, Нацуки поднимается с места Тебе помочь? Не надо, я справлюсь сама Не хочу тебе свой шкафчик показать Ха-ха-ха Как хочешь, но он точно не может быть ужаснее, чем мой Надеюсь, мы этого никогда не узнаем Так, Нацуки выходит из клуба В комнате воцаряется молчание, которое нарушает только Юрия Тихонько попивающая чай Кажется, рисковатость не обошлась Да ладно, не переживай По-моему, Нацуки прикольная Возможно, но ведь На самом деле они совсем не интересуются литературой Это нормально, таких людей много Но она говорила про участие в делах клуба Как будто это тяжкая повинность Ее чай скоро остынет Ага Так, а вот и Юрия, короче, подключилась Так Это тут вообще ни при чем Я думаю, каждому человеку надо дать шанс А вдруг мы сумеем сделать ее счастливой Она может полюбить литературу когда-нибудь потом Мне кажется, ты просто хочешь почитать ее мангуса, Юри Ты за кого меня принимаешь? Прости, я не хотела тебя обидеть Мне просто все это не по душе Юрия, а ты что думаешь? Ничего Она сказала, что не будет доставать Значит, и меня тоже Поэтому, хочешь сказать, я тебя достаю? Нет, ты всегда радуешь меня своим присутствием Хе-хе, я просто нарывалась на комплимент Я знаю И все-таки, я правда считаю, что мы должны дать ей шанс Ну ладно Однако, деятельность клуба действительно пора как-то организовывать Я готова тебе помочь Так, внезапно слышится глухой удар в дверь Что это? Сайори поднимается вот кой к двери и распахивает ее Уф, спасибо Нацки заходит, пошатываясь под весом трех коробок с мангой Она медленно наклоняется и аккуратно сгружает свою ношу на пол Вот это коллекция! Сайори радостно хихикает, отдышавшись, Нацки отвечает Еще одна коробка осталась Я сама потом все разложу Я знаю, как их выставить по порядку Так, Моника встревоженно переводит взгляд Сайори на Юрия и обратно Мы точно хотим это в нашем клубе? Или как раз то, что надо, чтобы встряхнуть клуб и заставить всех шевелиться? Кажется, клуб понемногу становится серьезным делом Да, интересно Интересненько, дорогие друзья Так, на следующее собрание клуба Моника приходит первой С тех пор к ним присоединилась Нацки Ей тревожно и неспокойно Но почему я так нервничаю? Моника рассказывает туда-сюда, пытаясь разобраться в своих чувствах Нацки обещала никого не доставать Почему же мне кажется, будто вокруг все изменилось? Пока Моника думает о своем О своем Дверь клуба открывается Появляется Нацки с коробкой Так Моника уже ей рада Так, Моника выдавливает из себя улыбку Пока Нацки идет к шкафу Нацки также неестественно улыбается в ответ Так, помощь нужна? Нет, я сама Моника неловко пытается завести разговор, но ничего не выходит Блин, скажи прикольно Вот типа смотри, шкаф Но типа это не шкаф А типа вообще какая-то комната С какими-то полками там Блин, прикольно это выглядит Так, окей Она с любопытством взглядывает на шкаф Нацки складывает свою мангу Когда тут были скучные школьные принадлежности А теперь полки пострят яркими обложками с красивыми картинками Смотри, на верхней полке почти пусто Может там все расставить? Я туда не дотянусь, будет неудобно Да, но... Моника вздыхает Эх, учителя спросят Зачем тут столько манги И мне придется говорить, что это для литературного клуба И что? Моника отступает на шаг И натыкается спиной на стол Между ними воцаряется напряжение Ощущение такое, словно дружескую и расслабленную атмосферу В прошлых недель засосало в черную дыру Ура, ура, всем привет В класс залетает Сайори Я вижу, у кого отличное настроение Ага Потому что у меня есть вот что Сайори демонстрирует печенье с прозрачной упаковки Я нашла деньги и купила печенье О, какая прелесть Сайори подбегает к Шакафу И любуется разноцветными обложками С чего мне лучше начать? Может для начала поделишься со мной печеньем? Да ты что? Я всю свою удачу потратила на то, чтобы эти деньги найти Если хочешь попасть в моё королевство Плати налог деревенщина Бу Так, Сайори сдаётся разворачивать печенье И отламывает кусочек нацуки В клубе бесшумно появляется Юри Моника с мольбой смотрит в её сторону И Юри, понимающий, кивает Так, вот и все собрались Хотя в клубе прибавился всего один человек Ощущение такое, будто здесь стало вдвое оживлённее Я думаю, нам сегодня надо что-нибудь обсудить Чем мы могли бы заниматься в клубе И выбрать с чего мы начнём У нас теперь четверо Было бы здорово придумать какие-то общие занятия для всех Что скажете? Я согласна Отлично, у меня есть пара идей Но я хочу послушать ваши предложения Мне очень нравится узнавать о том, что интересно всем остальным Давайте выделим каждый из нас отдельный день Чтобы рассказать другим, что мы любим читать больше всего Так, окей Хух, дорогие друзья Буду периодически попивать водицу Потому что Хух, надо поддерживать горло, так сказать Потому что На повышенных тонах На которых я пытаюсь читать текст Блин, немножко тяжеловато Вся тема выполняется Так, ну пока что, ребят Интересно всё развивается Очень всё прикольно Так, интересная мысль Что-то мне подсказывает Моника косится на Юрия Нацки Обе явно не горят желанием Знакомиться с литературным предпочтением Друг дружки Может попробуем придумать что-то такое Что всем понравится одинаково Например, выберем книжку Которую все предпочитают Или что-то ещё в таком роде Я считаю, мы все должны расширять Свой кругозор А не цепляться за то, что нам И без того знакомо Мне почему-то кажется, что это Камешек мой огород Нацки, ты же сама говорила Что готова делать в клубе Всё, что мы захотим Ну да, только это не означает Что ты можешь игнорировать мнение остальных Мне понравилось предложение Сайори Мне тоже Хе-хе-хе-хе Да, так, интересно Да, но Моника тянет паузу Хотя Моника позволила Нацки Вступить в клуб Она не может себя заставить Уступить требованиям новенькой Если Нацки не уважает клуб С какой стати Моника обязана учитывать её мнение Нацки, а у тебя точно нет Других литературных интересов Которыми Ты могла бы поделиться с клубом Честное слово Я не против Чтобы ты держала тут свою манку Я просто Нацки внезапно поднимается с места Не дав Монике договорить Я поняла Мне тут не рады Так что я просто уйду Хотя вообще Ты могла бы Мне это сказать напрямую Так было бы проще Мне кажется Ты слишком торопишься С выводами Не отговаривать Не стану Но отговаривать не стану Поступай как хочешь Сочтёшь нужным Нацки молчит Нацки бросает На Монику Короткий взгляд И выходит Да что ж такое Саверия бросается За ней следом В классе Остаются Моника и Юри Второй раз За сегодняшний день Моника Устала опускается На место Ну почему я такая вредина Нет это Она вредина Всё сделала Чтобы я чувствовал В себя виноватой Моника поднимает На Юрий взгляд В поисках поддержки Юрий отворачивается Скорее всего Она искала Самый маленький Самый Немноголюдный Клуб Чтобы не пришлось Там ничем заниматься Как она может требовать От меня уважения Если она сама Не уважает клуб Юрий Скажи Разве я не права Я мало Что с мыслью В таких вещах Моника вздыхает Эх Я тоже Понятия не имею Что делать Я никого не хочу Обижать Но мне кажется Что у клуба Должен быть смысл И его надо поддерживать Люди должны приходить К нам Чтобы выражать Свою любовь В литературе Или хотя бы Ее развивать Так может она Не очень не подходила Для клуба Моника сидит Молча Пытаясь понять Куда ее Завезли Все эти мысли Юрий выглядит Напряженный Но ей очевидно Не хочется Больше ни о чем Говорить Ты можешь Прости Ты можешь просто Сидеть Читать свою книгу Я понимаю Тебе это все Не касается Касается Да В каком смысле Ну Я не могу Спокойно читать Если вокруг меня Все так тревожно И негармонично С ума сойти Выходит Я сейчас Своими руками Разрушаю весь клуб Это не совсем Точное умозаключение Я знаю Прости Я просто выражаю Своё раздражение И чувство вины Наверное Да Это странно Мое раздражение Хочет все свалить На нацуки А чувство вины Говорит Что причина во мне Ох Ну почему Как трудно Мыслить рационально Когда это Нужнее всего Я бы не сказала Что ты ведешь себя Иррационально А вот нацуки Да Она не имеет Права приходить сюда И чего-то требовать От клуба От твоего клуба Манга это глупость Ей тут нет места Нацуки должна быть Благодарна уже за то Что мы согласились Держать все эти книжки У нас Ты права конечно И все же Я даже не знаю Не слишком ли резко Так говорить Про то что это глупость И манге тут нет места Ты разве так не считаешь? Ты все сделал для того Чтобы эта манга Оказалась от клуба Как можно дальше Не знаю В принципе Это же тоже Литературный жанр Манга И типа Да там В основном Манги Эти Как его Романтические Всякие истории Там Цветочки Поцелуйчики И так далее Ну может я немножко ошибаюсь Дорогие друзья Но В принципе Это тоже Литература Вот Как бы Я так понимаю Моника хочет Держать Какие-нибудь Книжки Война и мир В своем клубе Так Хотя Со вздохом Подходит к шкафу Она смотрит на яркие Цветные обложки Это совсем не то В мостских юбочках Наверное Оно где-то Во Вот Как раз Вот Сайори Открылась Так Хорошо Значит Дополнительный сюжет У нас открывается Уважение Часть вторая Дорогие друзья Продолжим Значит Следующие серии Смотреть Дальше Часть Вторую Уважение Довольно-таки Классно Я тебе скажу Вот мне нравится Вот как все Развивается И вот это Создание клуба И вот эти Стычки Там Отношения Блин Все классно 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 Просто Суперски Очень интересно На этом Все Дорогие друзья Подписывайтесь На канал Делитесь Стим Видео Ставьте Большие пальцы Вверх С вами был Кот Всем удачи И всем Пока Пока